Вот сегодня очень много вопросов было по поводу эго, мы разговаривали, и все время одно и то же у вас. Владимир, как распознать свое эго? А для чего вы хотите распознать? Что вы хотите здесь делать со своим эго? Расправиться с ним, убить его, сыпить, что хотите? Уничтожить? Вы его и так уничтожаете. Вы и так по жизни те, кто мается, те, кто переживает из-за каких-то проблем, те, кто видит во всем плохое, в других, причины своих неудач каких-то, определяет свои удачи какими-то критериями. Это и есть все ваше эго, оно так делает. Даже если вы будете всех любить, и все у вас будет прекрасно, и будете наслаждаться жизнью, и будете находиться в полной гармонии, равновесии, балансе, это тоже будет ваше эго. Эго. Есть все. Все ваше эго. Вы просто наблюдаете работу своего эго. Это как ваш корабль космический, где вы нихуя не пилот, или не капитан, а на корабле. И он несется непонятно куда. И, скорее всего, не он несется, а вы его направляете, потому что не нажимаете ни на те педальки, ни так крутите руль. Сейчас мы это угнем. И сделает это наше эго. Вот. Оно может разъебать этот чемодан, а может сделать все очень аккуратно. Например, вытащить все из чемодана, разложить аккуратно, и все закроется. Или, рискуя жизнью этого чемодана, встать на него и ожидать, что он не сломается, и тогда закрыть. Но это раз получится, два получится. А потом мы его разъебем. И это сделает наше эго. Так вот, что надо сделать? Например, все разложить. Но если времени нет, если другого чемодана нет, значит, где-то ваше эго вас наебало, когда выбирало вот такой чемодан. Понимаете? Или когда-то складывало туда слишком много шмоток, которые, на самом деле, многие из них не понадобились. И вот это же эго пытается его утрамбовать. Что его распознавать? Оно везде. Ну, все, что вы делаете, идете в магазин, покупаете еду, разговариваете с людьми, это все делает ваше эго. Ну, вопрос, как оно это делает? Для чего? Какая у него задача? Была ли поставлена пора правильно, как конкретно вам его задача? И наблюдаете ли вы работу, процесс выполнения этой задачи? Или вы, как бы тот пилот из братьев Стругацких, которые задали роботам соорудить космический корабль и съебал на год. На год. На год. Вернулся и видит такую картину. Два робота волокут какую-то гору. И он спрашивает у другого, а что это они делают? Он говорит, ну, это они заканчивают изготовление первого шурупа для вашего космического корабля, который вы заказали нам сделать год назад. И тогда астронавт понимает, что он забыл задать параметры. Вот так работает ваше эго. Оно все время без параметров выполняет задачу определенную. Например, выживание. А как вы это делаете? Как оно выполняет эту задачу? Корректируйте вы сами. Вот как с этим чемоданом? Сегодня нам повезло. И наше эго, став на него всем весом, миновало поломку. И, собственно, был такой опыт, что рано или поздно это приведет к тому, что, бля, все вещи останутся на полу, и мы останемся без чемодана, например. Разлетится просто под весом, и все. Это сделает ваше эго. Поэтому в следующий раз наше эго, вот мы это распознали, наше эго берет, мы его направляем. Мы не набиваем этот чемодан, а или покупаем новый, большой, или берем меньше вещей, чтобы не садиться на него всем весом и не заниматься, короче, маратомом. Не надо находить свое эго и что-то с ним делать, убивать его. Нужно распознать его работу и позволить ему корректно, задав параметры его задачи, корректно выполнить свою работу. Без ущерба вашему имуществу и здоровью. Потому что для эго абсолютно насрать. Останетесь вы здоровым и целым, и ваше имущество, или все это разъебется, и вы будете сидеть на обломках, и ваше эго все равно будет пиздеть вам, что вы самые лучшие, самые классные, самые крутые, и самые охуенные, хотя вы будете уже в полной жопе, как многие. Поэтому я вот, например, на примере бойцов ММА, которые уже все, уже не сконцентрированы, уже расхлябаны, уже вообще непонятно, чего у них в башке, проигрывают, получают пизделей, уходят в нокауты, уже практически вообще не соображают, а их эго все время продолжает. Я самый лучший, я всех победю, я тот, а сё, ну, например, как Тони Фергюсон, многие вообще бойцы, которые потом инвалидами стали. Потому что их эго их подставило, разъебало их чемодан. Вот этот чемодан, оно разъебало. Поэтому следите за тем, какой у вас чемодан. и в прямом, и в переносном смысле. Если он маленький, не кладите в него слишком много. А если вам нужно много вещей, действительно нужные, вы это понимаете, то приобретите чуть побольше, чемоданчик.